Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В указ главы Карачаева-Черкесии о введении режима повышенной готовности. Введены дополнительные изменения в расширении области действия QR-кодов. Благодарственные письма и медали за самоотверженный труд и спасение жизни в период пандемии получили медицинские работники от Совета ветеранов управления Росгвардии. Сдавал в ломбарды золотые изделия, вес которых искусственно увеличивал путем добавки недрагоценных металлов. Мошеннику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Одним из семи победителей из КФО в фонгрусе «Лидеры России» стал министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем правительства Муратом Маргуновым. Рассмотрели итоги уходящего года в части реализации приоритетных национальных проектов в Карачаево-Черкесии. Демонстрируют сегодня достижение установленных индикаторов нацпроектов. Из года в год обеспечивая устойчивое социально-экономическое развитие. Обсудили также вопросы, касающиеся исполнения бюджета Карачаева-Черкесии и его доходных и расходных статей на 2021 год. Были также рассмотрены планы на предстоящий год, основные направления налоговой и бюджетной политики. Рашид Тимрезов подчеркнул, что в приоритете реализация нацпроектов, поддержка других важных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни наших граждан. Кроме того, был рассмотрен план подготовки основных мероприятий празднования столетия Карачаева-Черкесии в предстоящем году. Оперативным штабом Карачаева-Черкесии по противодействию распространения коронавирусной инфекции 30 ноября было принято решение о расширении области действия QR-кодов. А именно его нужно представить при входе в здание правительства, районных и городских администраций. Как это постановление исполняют в Адыгехабльском районе, где можно получить сертификат о вакцинации и как проходит прививочная кампания, узнавала Альбина Ламкова. Решение о расширении области действий QR-кодов было принято оперативным штабом республики и по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесли в указ главы Карачаева-Черкесии о введении режима повышенной готовности. Ранене, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции специалистов администрации Адыгабльского района, переводили на дистанционный режим работы. Сейчас ситуация изменилась. Уже почти все сотрудники сделали прививку. Из 52 муниципальных работников 49 уже вакцинированы. Остальные трое в недавнее время перенесли заболевание COVID-19 и имеют медотвод. Вакцинация в районе проходит в плановом режиме. Из бюджетных организаций и муниципальных работников более 89% уже привиты. В администрации Адыгабльского района санитарно-эпидемиологические требования строго соблюдаются. Попасть в здание невозможно не только без маски, но и без предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста, которому не больше трех дней. Также при этом необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина. Если у человека нет QR-кода или медицинского отвода или справки, мы в приеме как бы не отказываем. Мы человека не пропускаем, но соответствующий специалист, кому он направлялся, мы его вызываем при соблюдении всех необходимых масочного режима, социальной дистанции, принимаются документы. Произошли перемены в работе МФЦ Адыгабльского района. Прием ведется по предварительной записи. Эта процедура не касается услуги по получению сертификата о вакцинации. Именно эта услуга у нас происходит без предварительной записи, отдельно работает окно. Это по решению нашего учредителя. Без проблем заявитель заходит, присаживается, обращается с заявлением и получает искомый им сертификат. Очереди не наблюдаются. Те заявители, которые не в курсе, то, что мы перешли на режим работы по предварительной записи. Также у нас, как вы видите, пять окон. Четвертое для распечатки QR-кодов. Пятое – это как экстренное для принятия заявителей, которые у нас не записались на предварительную запись. В Адыгабльском районе уверены, что нужно выработать коллективный иммунитет, так как здоровье жителей района – главный аспект. Внимание на это обращают как в муниципалитете, так и работники здравоохранения. Они призывают сделать прививку от коронавируса. Решением главного врача нашего мы ходили прям по организациям, читали лекции, агитировали. Я лично, вот лично я ходила в электросеть, райгаз ходила, школа, учителя сами пожелали. Аминат Крымовна отметила, что в Адыгабльском районе темпы проводимой вакцинации от COVID-19 за последний месяц высокие. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести Корчаева-Черкесия, Адыгабльский район. Спасибо, доктор. Общественные награды от Совета ветеранов управления Росгвардии по Корчаево-Черкесии нашли своих героев. Медицинские сотрудники, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, были отмечены благодарственными письмами и медалями ведомства за самоотверженный труд и спасение жизни в период пандемии. Фатима Даурова продолжит тему. Врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, водители скорой помощи, люди, которые продолжают трудиться на самом трудном участке, в красной зоне. И решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно им. Сменив белые халаты на защитные комбинезоны, они встали на линию огня, каждую минуту стараясь спасти чудо-жизнь. Ветераны боевых действий, как никто другой, знают о самопожертвенности врачей. Полевых докторов, которые не раз спасали их, оказывая медицинскую помощь прямо на поле боя. Жертвуя собой, спасти другого человека. На это нужно не только характер, нужно волю и любовь к родине. Любовь к своей стране, к своей семье, к своему дому. Только когда в таком случае человек готов на жертву. Это непросто и не все способны. А врачи, они жертвуют собой, особенно вот кого мы награждали, это госпиталя ковидные наши. Они входят в красную зону, смертельно опасный вирус. Они каждый день жертвуют частицу себя, жертвуют своей жизнью ради спасения других. Председатель Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Сергей Кузнецов поблагодарил медиков за их выдержку, профессионализм, за выполнение гражданского долга и вручил им награды, которые были специально учреждены ведомством для них. Медали за самоотверженную борьбу против коронавируса и благодарственные письма. Орденом Гиппократа, высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области здравоохранения был удостоен главный врач медико-санитарной части Черкеска Борис Б. Тимрезов. Для нас, медиков, очень важно, что общественность понимает, в каких тяжелых условиях приходится работать, выполняя свой долг и спасая жизни. Делится мэтр медицины. Хочется отметить особенно медицинских работников, которые работают в госпиталях. Мне очень жалко их. Я, если бы позволил мой возраст, я бы стоял рядом с ними. Я вижу, как они валятся с ног. Очень тяжелый труд. Сравнивали когда-то с трудом шахтера. По-моему, ни в чем не уступает. Даже намного больше риска сейчас у работников, которые работают в госпиталях. Свою работу в самом пекле, в больницах и на скорой, превратившихся в одну сплошную красную зону, бойцы ковидного фронта принимают как должное. Они практически живут в госпиталях, чтобы каждый больной мог задышать самостоятельно, полной грудью. Фатима Дурова, Максим Долгов, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 30 625 человек. Из них 26 358 выздоровели, 495 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, сегодня и завтра в горах Карачаево-Черкесии выше 2500 метров лавина опасна. Но сейчас время прогнуться погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью без осадков, днем в горах местами небольшой дождь, ветер южный и 5-10 метров в секунду. Ночью и утром будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, плюс 4, а в горах минус 1, минус 6. Днем 11-16 со знаком «плюс» и местами 5-10 выше нуля. В Черкесии без осадков, ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 14-16 градусов тепла. Три причины купить шубу в Вятских мехах. Первое – низкие цены. Второе – еженедельные новинки. Третье – куртка в подарок. «Кавказская 42» напротив ТЦ «Панорама». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Карачао-Черкесии возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества с ювелирными изделиями. В начале октября в МВД по Карачао-Черкесии поступила информация из соседних регионов о том, что неустановленное лицо сдает в ломбарды золотые изделия, вес которых искусственно увеличен путем добавки в ювелирную продукцию недрагоценных металлов. Злоумышленник путем механической обработки добавлял в пустоты золотых перстней расплавленное олово, искусственно увеличивал их вес. В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска мероприятия установлен подозреваемый в совершении данных преступлений. 41-летний житель Москвы, по предварительным данным, мужчина, являясь уроженцем Карачао-Черкесии и временно находясь в республике, закупал в ювелирных магазинах и ломбардах золотые изделия, кольца печати с камнями. Золотые изделия мужчина сдавал в ломбардах Карачао-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. Вырученными деньгами преступник распоряжался по своему усмотрению. Фигурант уголовного дела дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жители республики положительно оценивают деятельность органов внутренних дел Карачао-Черкесии. Постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел проводится в соответствии с приказом МВД России. Его цель – получение информации, отражающей мнение населения о работе полиции в территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях. Более 80% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, доверяют полиции и положительно оценивают их работу. Министр цифрового развития Карачао-Черкесии Валерий Медовый стал одним из семи победителей из СКФО в конкурсе «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, Валерий Медовый не так давно вошел в обновленный кабинет министров, но уже успел проявить себя как грамотный специалист и хороший руководитель. Уверен, в суперфинале республика будет представлена на достойном уровне, сказал глава Рашид Тимрезов. Я на самом деле рад и рад тому, что мне повезло, улыбнулась удача. Полтора года тому назад я занял 31 место в региональном полуфинале третьего сезона. И, соответственно, после этого прочитал очень много книг, готовился. Мне очень хотелось, я стремился, мне хотелось победить. Я прочитал очень много книг и, как получается, смог изменить себя. Надо быть собой. И еще совет могу, наверное, дать такой. Однажды Стивен Джобс сказал такую фразу. Только оглядываясь назад, мы можем собрать из нитей ту паутину и увидеть, какие конкретно факторы, что конкретно помогло нам быть там, где мы сейчас. Поэтому я советую всем не оглядываться назад, верить в себя и трудиться. Только трудолюбие может изменить мир. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, 10 декабря в 17.15. Задайте свой вопрос главе республики.